В Доме национальности Санкт-Петербурга прошли интеллектуальные бои. Почти 10 команд состязались в учении быстро анализировать ситуацию и логически мыслить, в том числе и команды якутян. Как прошла интеллектуальная игра, расскажет Айсена Бурнашова. Проверить свой интеллект и эрудицию собрались 7 команд. Игра состояла из 36 вопросов, разделенных на три тура, по 12 вопросов в каждом. В командах допускалось участие до 6 человек. За какое минимальное открытие двери можно определить, какой выключатель к какой лампочке относится? Вопрос прозвучал и в зале началось активное обсуждение. Правила этой игры стандартны. На размышления игрокам дается всего одна минута. Вопрос звучит один раз, однако при просьбе участников он может быть зачитан повторно. Ответы нужно предоставить ведущему в течение 10 секунд, иначе провал. Я доволен, потому что в этот раз пришло много команд. Вопросы я искал повсюду, в гугле, в ютубе. Ну, заняло это у меня несколько часов. Хоть правила и строги, но ребята охотно дискутировали и работали интеллектом. После каждого тура объявлялись долгожданные 5 минут перерыва. Это очень интересная игра, как бы очень интересные вопросы. Собрались, решили, что мы самые умные ребята. 4 балла набрали, так что не сильно отстаем, всего на 3 балла. Призовой фонд игры «Что, где, когда» состоял из взносов участников. С каждого человека по 100 рублей. Организаторы в зависимости от величины этого фонда распределили его на награды победителям. По итогам третьего тура первое место с результатом в 24 очка получила команда «Кью». Дело в том, что наша команда давно играет. Я думаю, что тут сыграл опыт, и мы в какой-то момент поняли, какого рода вопросы нам будут задавать. 20 очков и второе место досталось команде «По». Почетное третье место получила сборная с забавным названием «Айя Бен». В завершении вечера поздравления, традиционное фото на память и кричалка любимой игры. Айцена Бурнашова, Егор Максимов, НВК Сахан, Санкт-Петербург.